Всем привет, меня зовут Антон, вы на канале Being American, я живу в штате Калифорния, город Сан-Диего и сегодня я хочу вам рассказать про то, сколько здесь стоит жилье и какие здесь бывают варианты. Ставьте лайк, если ждали это видео, подписывайтесь на канал и давайте начинать. Для начала давайте обсудим, какие вообще бывают варианты жилья, исходя из моего опыта, опыта наших друзей и наших подписчиков. Так как Америка это все-таки одноэтажная страна, то здесь, конечно, самый популярный вид жилья это частный дом, в нем живет примерно 90% американцев, то есть почти у каждого американца есть свой дом, как вы знаете, это и была долгое время американская мечта, иметь свой дом, иметь свою машину, дерево и так далее. То есть это все здесь очень популярно и здесь огромное количество частных домов, они прям простираются на многие километры. Сейчас также становится популярным вариант жилья это как комплекс, особенно в Калифорнии, ну и в теплых штатах, то есть начинают строить комплексы, там можно насадить пальмы, построить кучу бассейнов, джакузи, спортзалы и в итоге очень крутую атмосферу создать. Ну и, конечно же, можно снимать просто комнату в том же доме, либо в квартире в комплексе. Часто при комнате бывает еще своя ванная, но можно и без нее, обычно тогда цена на 100-150 долларов в месяц ниже. Начнем с частных домов, так как это самый популярный вид жилья в Сан-Диего. Вот так вот вы можете видеть, выглядит дом за 2,5 тысячи долларов и вот так вот выглядит дом за 4,5 тысячи долларов. Конечно же, цена дома зависит также от места, где находится. Конечно же, ближе к Сан-Диего, ближе к центру будут цены повыше, либо в каких-то престижных районах, очень хороших. Поэтому давайте сравним, в каких районах, какие дома, за какую цену можно снять. И, конечно же, поближе к Мексике, в районе Чула Виста, можно найти самые дешевые дома. Тоже посмотрим варианты. Район Чула Виста считается одним из самых дешевых в Сан-Диего, опять-таки, потому что он находится близко к Мексике. Но в целом там также аккуратно и красиво, как и в самом Сан-Диего. Так что ничего страшного, единственное, придется чуть подольше ехать до центра города. Но, допустим, вот я живу в районе Лохоя и тоже не так близко к центру. То есть ехать на машине по хайвею минут 15, что, в принципе, вполне приемлемо. У нас в районе Чула Виста живут многие наши друзья и подписчики, поэтому могу смело вам его рекомендовать, если ищете самые бюджетные варианты. Они непременно будут там. Либо еще в каких-то отдаленных районах от Сан-Диего. То есть, в принципе, чем дальше вы будете ехать до центра города, тем у вас, по идее, должно быть дешевле. Конечно, это не касается районов, именно каких-то престижных и супер-люксовых. Но навряд ли, когда вы только приезжаете, вы ищете такие районы. Поэтому просто побюджетнее и подоступнее. Также покажу вам дома в районе Лохоя, который я очень люблю. Это мой любимый район в Сан-Диего, и я здесь живу. Здесь, конечно, варианты подороже, также сейчас вам покажу. Здесь, конечно, также можно найти различные варианты, так как район в целом огромный. И тут можно жить ближе к океану, где будут цены на порядок выше. Можно жить подальше. Хоть я живу в районе Лохоя, и это в целом район, который достаточно близок к океану. Но мне до океана ехать 15 минут. И мы за наш комплекс, ну мы в комплексе живем, платим 2,5 тысячи долларов в месяц. Это two-bedroom. Дома, конечно, тоже опять-таки разные есть. Ближе к океану намного дороже. Чем дальше, тем можно дешевле найти дома. Также советую обратить внимание на район Мишен-Вэйля. Это тоже большая часть Сан-Диего. Можно сказать, центр города. И поэтому там тоже много частных домов. И их можно рассмотреть, в принципе, для удобства перемещения по Сан-Диего. Многие языковые школы находятся именно там. Поэтому, в принципе, если вы приехали в Сан-Диего учиться, то это будет идеальным месторасположением. Вам везде будет близко. То есть, какой бы вы район ни поехали, это для вас будет близко. Вам одинаково ехать как в Лохоя, так и в Чаулу-Висту, и в любое другое место. Если же вы ищете жилье поближе к океану, то советую рассмотреть Ocean Beach. Потому что это такой район. Там достаточно много хиппи живет, там много тусовок проходит. Но при этом он имеет свою атмосферу. Его любят все сан-Диеговцы. Многие даже клеят этот район себе на машину, если они там живут. Очень классное место. У нас жили там ребята, очень близко к океану. То есть, если сравнить там с Лохоей, то там тоже есть океан. Но это уже считается престижное место. И поэтому все дома на берегу там миллионы и миллионы долларов стоят. То в Ocean Beach это не так. Там, в принципе, много обычных людей живет среднего класса. Поэтому и дома там дешевле. Тоже покажу сейчас несколько вариантов. Из супер дорогих районов, на которые вам точно не стоит обращать внимание в Сан-Диего, это Дель-Мар и это раньше Санта-Фе. Конечно, там тоже можно найти варианты подешевле. Но в целом это супер престижные районы, где даже как бы особо не предусмотрено жилье бюджетное. То есть, это просто для такого богатого и свыше среднего класса людей, кто может себе это позволить. Просто для примера покажу вам тоже пару вариантов жилья оттуда. Цены, конечно, там безумные. Но да, в Сан-Диего живет очень много богатых людей. Так что, как есть. Также советую обратить внимание на район Хилкрост. Это супер популярный район для таких прогулок, баров, там каких-то кафешек. Там много тоже людей, просто занимается спортом, гуляет. Поэтому, в принципе, хорошее место. Я там сам часто бывал, особенно когда передвигался только на автобусе. Там много остановок. То есть, когда ты только приезжаешь, то тоже достаточно удобное место. Можно везде добраться, рядом даунтаун находится. И можно ездить туда. И в целом есть какие-то дела, еще что-то. То есть, собирать очень удобно. И наши ребята там тоже живут. Ну, а если вам нравится жизнь на острове, то в Сан-Диего такая опция тоже есть. У нас есть остров Коронада. Опять-таки, это супер приятное место. Максимально кайфовое для того, чтобы там провести выходной. Там есть знаменитый отель Коронада. Опять-таки, он был во многих фильмах. Там вообще снимали на этом острове много разных фильмов. Но там тоже подороже, конечно, стоит недвижимость. Потому что ограниченное предложение. А спрос все-таки большой. Но прям это очень приятное место. И опять-таки, находится близко к даунтауну. Мостом соединен. Сейчас вам тоже покажу. Остров и даунтаун. Короче, классное место. Это что касается домов и районов. То есть, в принципе, чем дальше будет дом от центра города. И есть районы, которые находятся как бы близко к Сан-Диего. Где-то в 20 минутах езды, может быть. И там будут дома еще-еще на порядок ниже. Я такие сейчас несколько домов и несколько районов тоже здесь покажу. Пролистаю. Можете посмотреть. То есть, в принципе, когда вы будете искать жилье. Допустим, на Zillow, там Craigslist, Facebook. То вы, конечно же, можете посмотреть еще вокруг Сан-Диего. А не только именно Сан-Диего. Вот это как город. То есть, есть Сан-Диего каунти. Это которые каунти прилегают близко к городу. Поэтому обратите внимание. Конечно, в одиночку снять личный дом будет достаточно проблематично. Скорее, нужно будет с кем-то скооперироваться. И тогда уже вместе, допустим, в четвером или пятером, там шестером. Если вы будете снимать, допустим, в четыре бедрум, то есть четыре спальни. То, конечно, вы можете хоть там восьмером жить. Но, опять-таки, при заключении договора с арендодателем стоит учитывать, что чем больше людей будет жить, тем выше вам поставят цену. То есть, в принципе, можно арендовать изначально там на четырех человек. Вот. И дальше уже определяться, вот как вы будете именно жить. Теперь перейдем к самому популярному виду жилья именно для наших подписчиков, которые приезжают. Они только так и сейчас снимают жилье. Поэтому я вам подробно расскажу. Хоть я уже и снимал видео и показывал, как живут наши ребята, вы можете здесь посмотреть это видео. Но сейчас я вам еще раз подробно расскажу, как это происходит, как это выглядит и сколько стоит. Конечно же, это жилье, это комплексы с апартаментами. Это, как я вам уже и сказал, это достаточно новый вид жилья для американцев. То есть, они привыкли все жить в частных домах. Но сейчас находят выгодным, когда у тебя все есть рядом. Когда у тебя есть и спортзал, и бассейны, и пальмы высажены, и территория очень красиво украшена. Поэтому, да, в Сан-Диего таких районов очень много. И их строится еще больше, больше, больше. Особенно из-за дороговизны недвижимости. То есть, частный дом становится не настолько выгоден американцам и намного легче снимать квартиру. Тем более, если у вас что-то сломалось, то обязательно придут, все починят. Постоянно что-то устраивают. Там на Хэллоуин, на Рождество, всякие подарочки, классы по йоге и так далее. То есть, постоянно что-то происходит. И это в целом создает такое больше, больше культуры, что ли, вносит. Как бы больше общения с другими людьми, чем ты в своем доме, у тебя своя территория. Вот, поэтому, да, сейчас это популярно и наши ребята активно осваивают. Ну, и мы сами, мы тоже уже сколько, ну, вот третий год, я живу, четвертый даже год, живу в комплексе. Также уже, ну, в разных комплексах пожил. Это действительно круто. Мне кажется, эти комплексы, кстати, вообще в Америке, они сделаны так круто, как нигде в мире. Поэтому, мне кажется, не стоит их все-таки сравнивать там с российскими какими-то пятиэтажками, еще чем-то. Это реально совсем другой уровень. То есть, другой уровень удобств. Здесь все сделано максимально комфортно. Вот, допустим, у нас парковка даже, она вся уходит вниз. И на улице нет машин. То есть, на улице ходят только люди, а все машины, они в подземной парковке. И также, ну, вы видели уже из выпуска про мое жилье, как все выглядит. То есть, есть и бассейны, много бассейнов, джакузи, спортзал. Есть офис, куда можно прийти, воспользоваться принтером. Там установлена вся техника Apple. Вот, поэтому, как бы, не жадничают, ставят самое лучшее. Самый популярный район, который сейчас стал у наших подписчиков, это Керни Месса. Там сейчас живет около, мне кажется, 15-16 наших ребят в комплексах. Вот, и за комплекс они платят от 3 тысяч до 3,5 тысяч долларов за 2-бедром. То есть, там 3 всего комнаты. И, опять-таки, комплекс новый, построен в 2019 году. Там суперсовременный спортзал. У них есть бассейн, джакузи, гриль, барбекю. Вот это все есть. И я в восторге от их комплекса. Мне очень нравится. У нас комплекс, допустим, построен в 1980 году. Но он много раз реставрировался и сделан в таком менее современном стиле, но там, типа, итальянском. Вот, то есть, кому, кому что по душе можно себе подобрать. А сам я уже успел пожить в трех районах Сан-Диего. Это Лахоя. Когда я только приехал, я жил на Линдовисте. Это, наверное, самый бюджетный район, из которых я жил. И также я пожил в Мишенвелле с ребятами. Если вы помните, кто давно на моем канале, то мы жили с ребятами в шестером. Еще с моим другом Салаватом, Кристиной и другими ребятами. И у нас постоянно менялись люди, потому что постоянно кто приезжал в языковую школу, кто-то уезжал, кто-то съезжал от нас. Тот же Серега, Дима, они все постоянно меняли свое место жительства. Но с нами в итоге пожил, наверное, человек 10 наших подписчиков. Короче, было круто. И в трех районах мне все районы нравились. По сравнению с тем, что есть в России, это вообще небо и земля, если честно. То есть даже в самом дешевом районе в Сан-Диего я был просто в восторге от того, как там выглядит мой дворик. И как вообще все устроено. И мы тогда снимали... Ну, то есть мои соседи снимали, а я просто у них жил за 700 долларов в комнате. Вот мы плавно и переходим к тому, что можно просто арендовать комнату, как это делал я, когда только приехал. Я платил 550 долларов за то, что жил в Ливинг-Руме. То есть это в зале. Это, конечно, самый неудобный вариант снимать комнату, потому что это проходная, грубо говоря. То есть, ну, зал. И там у вас там матрас лежит или кровать. И как бы это не совсем удобно, но когда вы только приехали, вы пытаетесь экономить, то, в принципе, хороший вариант. Опять-таки, условия обычно все равно остаются хорошими. Конечно, цены тоже меняются. И как бы сейчас есть инфляция. Сейчас, мне кажется, в принципе, можно так вот жить в гостиной где-то за долларов 700. А если же снимать отдельную комнату, то, скорее всего, это будет стоить долларов 900, 1000. Ну, конечно, чем лучше район. То есть в Ахое, скорее всего, вы найдете именно отдельную комнату от 1000 долларов. Подводя итог, хочу сказать, что в любом районе в Сан-Диего можно найти как и бюджетное жилье, так и жилье подороже. Поэтому, когда вы будете смотреть в Чула Висте, то вы можете точно так же наткнуться на такой вариант за 3500 долларов в 4 бедрум. Может быть, это и недорого, может быть, это круто, но когда вы только приезжаете, возможно, вы ищете что-то подешевле. И поэтому той же Ахое, которая считается хорошим районом, тут можно найти за 2000 долларов, как это у нас сделали ребята от Дима. Они тоже снимают вчетвером трехкомнатную квартиру, и это стоит 2000 долларов. Им даже один месяц подарили в подарок во время ковида просто за то, что они сняли тут жилье. Самое главное, что я хочу сказать про жилье в Сан-Диего, важно посмотреть как можно больше вариантов и дома, и апартаментов в разных районах. И посмотреть, как вам удобнее будет. И главное посетить лично, посмотреть, заказать туры. Это можно без проблем сделать онлайн, прийти, и вам все расскажут, покажут, и вы сможете выбрать. Я так рассматривал вариантов 20, и обычно наши ребята тоже рассматривают вариантов 20 до того, как они найдут свое жилье, в котором они уже хотят остановиться. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. Всем спасибо, ставьте лайки, комментируйте. И скоро у нас на канале будет конкурс, поэтому смотрите обязательно следующий выпуск. И до скорых встреч.